Глава 2. Страх неба. Когда израильтяне стояли перед горой Синай и воочию наблюдали того, чье слово создало мир, их объял страх. Цитата. Гора Синай была в дыму, потому что Господь спустился на нее в огне. Огонь поднимался словно из печи, и вся гора сильно дрожала. Весь народ увидел громы и молнии, и звук шофара, и дым от горы. И когда они увидели это, они затрепетали и встали вдали. Шмот 19.18.20.15 Наши мудрецы учат. Брахот 22. Алиф. Сначала мы читаем «Сообщи об этом своим детям и детям твоих детей». Дворим 4.9. А затем «О том дне, когда ты стоял перед Господом, твоим Богом, на Хориве». Там же стих 10. Как описанное в стихе 10 сопровождалось страхом и трепетом, содроганием и ужасом, так же должно происходить и описанное в стихе 9. Конец цитаты. Величие Торы и Бога должно повергать человека в страх и трепет, как в случае с Израилем на Синае. Бог сказал Моисею, дворим 5.26. «О, если бы у них было такое же сердце, чтобы бояться Меня и хранить все Мои заповеди всегда, чтобы успешны были они и сыновья их вовек». Страх Бога – основная, фундаментальная заповедь, без которой невозможен мир. Вот что Моисей сказал Израилю, когда народ в трепете внимал Богу у Синая. «Не бойтесь, ибо Бог пришел испытать вас, чтобы его страх был перед вами, чтобы вы не грешили». Безгрешная жизнь невозможна без страха перед Богом. Поэтому неудивительно, что мы читаем такие слова. Ваикра 19.14. «Бойся твоего Бога, Я Господь». Страх – это самая чистая стихия, которая еще и гарантирует от греха. Именно об этом сказано в Псалмах 19.10. «Страх Господа чист, он крепок навеки». Конец цитаты. Человека связывает страх, ужас и почтение, так что он перестает грешить. Страх Бога, при виде Божьих чудес, мыслящий человек изумится от величия того, чье слово привело мир к бытию. Одновременно с этим он будет поражен собственной незначительностью. Им овладеет страх, страх Бога. Царь Давид сказал «Служи Господу со страхом, радуйся с трепетом» – Таилим 2.11. И Ялкут Шимони, Таилим 6.23, так комментирует это место. В одном стихе сказано «Служи Господу со страхом», а в другом «Служи Господу с радостью» – Таилим 100.2. Как это возможно? Когда человек молится, он должен быть рад тому, что служит Богу, не имеющему аналогов, и должен вести себя не фривольно, но почтительно. «Радуйся с трепетом» – Раби Аха сказал. Когда придет время, о котором сказано «Трепет объял нечестивых» – Исайя 33.14, «Израиль, служащий Богу, будет веселиться и радоваться». «Радуйся с трепетом» – конец цитаты. Царь Соломон, мудрейший из людей, закончил свой великий труд экклезиаст таким мудрым советом. «Конец всего, да будет он услышан. Бойся Бога и храни его заповеди, в этом весь человек». Мудрецы комментируют Шаббат 30 бет. Что имелось в виду под выражением «в этом весь человек»? Раби Илазар сказал «Весь мир был создан только ради этого изречения». Раби Абба Барка Хана сказал «Это так же важно, как весь мир». Шимон бен Азай сказал «Весь мир был создан только для того, чтобы подчиниться этому». Конец цитаты. «Наши мудрецы преподали нам беспрецедентный урок. Назначение всего мира лишь в том, чтобы человек узнал Бога и исполнился страхом и почтением к Нему. Покорив таким образом свой эгоизм, человек будет готов принять ярмо Бога. Именно в этом весь человек или весь смысл его существования. Вот почему царь Давид говорит «Таилим 110.10» «Страх Господа, начало мудрости, доброе понимание имеют все, кто следует Ему». Далее он сказал «Счастлив человек, кто боится Господа, кто находит великое удовольствие в его заповедях». Там же 112.1 Подобным образом выразился и его сын Соломон «Страх Господа, начало знания». Конец цитаты. Мудрости знания начинаются с того, что человек покоряет свое эго и принимает Божье ярмо. Если человек окажется достоин, весь мир будет принадлежать ему. В противном случае лучше бы он не рождался на свет. Без страха Бога, мудрости – лишь самомнение и способ самоутвердиться. У такого человека даже Тора лишена святости, скромности и чистоты, а без этого она и не Тора вовсе. Наши мудрецы сказали, Йомаа 72 Бет, что имеется в виду во фразе «Зачем плата в руке глупца, чтобы купить мудрость, а нет разумения». Притчи 17.16 «Горе врагам ученых Торы, ибо они изучают Тору, но не имеют страха Бога». Конец цитаты. «Все предельно ясно. Разве Богу нужна только мудрость и знания Торы, пусть и блестящие? Нужна ли ему пустая аргументация и утонченные объяснения? Разве вся мудрость и так не принадлежит ему? Как ему не нужен свет свечи, так же ему не нужна и мудрость ученых Торы?» Шмот Раба 36,2 «Не я имею нужду в вас, но пролейте на меня свет, как я пролил свет на вас». Точно так же Бог не нуждается и в Торе, но Он дал ее смертным людям ради их же блага, чтобы они могли подчинить свое эго и последовать за ним. Следовательно, если нет страха Бога, Тора превращается в пустую мудрость, которую даже не стоит изучать. В трактате «Шаббат» 31 Алиф мы читаем. Рэш Лакиш сказал, цитата «Что означает фраза «Непоколебимость твоего времени и изобилие спасения придут через мудрость и знания?» И все же страх Господа – величайшее сокровище» Исаия 33,6 «Рава сказал, когда человека приводят на Небесный суд, его спрашивают, был ли ты честен в делах, соблюдал ли ты установленный распорядок изучения Торы, произвел ли ты потомство, ожидал ли ты избавления, занимался ли ты философскими рассуждениями, использовал ли ты дедуктивную логику, даже при этом его судьба зависит от того, был ли для него страх Господа величайшим сокровищем» Конец цитаты Это можно сравнить с человеком, который приказал работнику отнести большой груз пшеницы на чердак Когда работник вернулся, он спрашивает его «Добавил ли ты соленой земли?» Работник ответил «Нет» Тогда человек отвечает «Лучше бы ты не относил пшеницу» Рабба Бар-Равхуна сказал «Любой человек, имеющий знания Торы, но при этом лишенный страха Бога, подобен казначею, который имеет ключи от внутренних дверей, но не имеет от внешних Как ему попасть внутрь» Конец цитаты Рав Янай бывало восклицал «Горе тому, кто, не имея дома, устраивает дверь» Рав Иуда сказал «Бог создал свой мир только для того, чтобы человек боялся Его» «Бог создал Его, чтобы люди боялись Его» Экклезиаст 3.14 Рав Симон и Рав Элазар сидели, когда мимо проходил Рав Яаков Бар-Аха Один сказал другому «Давай встанем перед ним, ибо он человек, боящийся греха» Другой ответил «Давай встанем перед ним, ибо он образован» Тогда первый сказал «Если я сказал, что он боится греха, почему ты должен добавить, что он образован» Менее важное качество Конец цитаты Мы можем сделать вывод, что именно Рав Элазар сказал, что Рав Яаков боится греха Потому что Рав Йоханан сказал от лица Рава Элазара «Все, что Бог имеет в своем мире, это страх неба» Цитата «Итак, Израиль, чего Господь твой Бог требует от тебя, кроме того, чтобы бояться Его» Дворим 10.12 Также написано «Он сказал человеку самое главное – хен Страх Господа, источник мудрости» Иов 28.28 По-гречески «хен» означает число один Конец цитаты Следовательно, можно заключить, что это был Рав Элазар Наши мудрецы также говорили А вот Дераби Натан 22 Рав Ханина Бендоса сказал «Если у кого-либо страх греха предшествует мудрости, его мудрость продлится Если его мудрость предшествует страху греха, его мудрость не продлится» Конец цитаты Таилим 111.10 Страх Господа – начало мудрости Раббана Йоханана бен Закая спросили «Что за ученый, который боится греха?» Он ответил «Это мастер, держащий в руке инструменты» Тогда его спросили «Что за ученый, который не боится греха?» Он ответил «Это мастер, не держащий в руке инструменты» Наконец его спросили «А что за человек, который боится греха, но не ученый?» Он ответил «Это не мастер, но у него в руке инструменты» Конец цитаты Как сложно обрести страх Бога Из-за высокомерия и злых позывов человек постоянно упускает развивать это качество Рав Йоханан бен Закай перед смертью благословил своих учеников такими словами Брахот 28 Бет Пусть Бог сделает так, что вы будете бояться неба так же, как вы боитесь смертного человека Тогда ученики спросили его «Это все?» Он ответил «Вам очень повезет, если вы обретете хотя бы это» Подумайте «Когда люди грешат, они говорят «Надеюсь, меня никто не видит» То есть, они не боятся Бога, который видит все» Конец цитаты Наши мудрецы имели в виду эту же мысль, когда сказали Трактат Сота 3 Алиф «Каждый, кто грешит, ощутил перед этим вспышку безумия» Конец цитаты Любой здравомыслящий человек питает отвращение при мысли о грехе Ведь его видит Бог Можно ли в здравом уме красть или убивать, если рядом находится полицейский? Следовательно, если верующий грешит, причина может быть только одна В этот момент его разум поврежден, а сам он полностью объят похотью Как иначе объяснить то, что он дерзнулся грешить под пристальным взглядом Бога? Вот почему каждую заповедь нужно выполнять сосредоточенно А не просто, чтобы побыстрее освободиться от бремени Об этом пишет Раф Элиезер в Мишне Брахот 28 Бет Если кто-либо позволяет молитве превратиться в рутину, она теряет свойства прошения Талмуд дает следующий комментарий Там же 29 Бет Раф Ошия говорит, что здесь речь идет о тех, кто считает свои молитвы бременем Другие говорят, что речь идет о любом, чьи слова не выражают прошение Рабба и Раф Йосеф оба сказали, что здесь говорится о любом, кто не способен каждый раз молиться с какой-то новой мыслью Конец цитаты Все они правы Поскольку все упомянутые молитвы страдают недостатком сосредоточенности В этих молитвах нет того духа, о котором сказано Я навсегда поставил Господа перед собой Таилим 16.8 Такие молитвы лучше не произносить вообще Итак, очень важно всегда хранить в уме Бога и Его заповеди Это фундаментальный принцип страха Бога Когда человек видит заповедь в своем воображении Он видит и того, кто ее заповедал Как тут не затрепетать в страхе? Вот о чем говорится в Ялкут Шимони Таилим 66.8 Когда человек молится, он должен представлять, что перед ним находится божественное присутствие Как сказано Я навсегда поставил Господа перед собой Конец цитаты Иначе говоря, поскольку человек должен поставить Господа навсегда перед собой И действительно ощущать Божье присутствие Нужно благословлять словами Рава Да благословишься ты, о Господи! То же самое относится к заповеди Цицит Ритуальные кисти на одежде Данные как постоянное напоминание Ты посмотришь на нее и вспомнишь все заповеди Господа И выполнишь их, чтобы ты не пошел вслед своего сердца и глаз Ведущих тебя к безнравственности Бамидбар 15.39 Каждый раз, смотря на эти кисти, мы вспоминаем и заповедь Она будет напоминать нам о Божьем присутствии И вселять в наши сердца страх Бога Наши мудрецы говорят Трактат Меноход 43.Бет Ты посмотришь на нее и вспомнишь все заповеди Господа Эта заповедь по значимости равна всем остальным вместе взятым Сноска То есть, поскольку она напоминает нам обо всех заповедях Она равна всем им Вообще, любая заповедь напоминает человеку о его Создателе Поскольку цицит призваны напоминать о заповедях Они действуют, как все заповеди вместе взятые Конец сноски Раби Шимон Бер-Йохай сказал Тот, кто торопится исполнить эту заповедь Будет достоин приветствовать Божественное присутствие Здесь говорится Ты посмотришь на нее Ото В другом месте Дворим 6.13 Бойся Господа твоего Бога И служи Ему Ото Конец цитаты Цель заповеди в том, чтобы человек постоянно пребывал в присутствии Бога И учился Божьему страху В этом фрагменте цицит прямо связаны со страхом Бога Талмуд уделяет много внимания заповедям Которые окружают еврея всю его жизнь Цель таких заповедей всегда пребывать с Богом и со страхом Бога Цитата Народ Израиля Народ Израиля дорог Богу Он окружил их заповедями Они носят тфелин на руках и головах И цицит на одежде Они помещают мезузот на дверях О них царь Давид сказал Таилин 119.164 Семь раз в день я молюсь тебе Из-за твоих праведных постановлений Конец цитаты Другими словами Каждый день еврея окружают семь заповедей Символизирующие Божьи праведные постановления Черты его личности Его деяния и моральные нормы Талмуд продолжает Когда царь Давид вошел в баню И увидел, что он раздет Он сказал Горе мне, что я стою раздетым без заповеди Когда он вспомнил свое обрезание То утешился Когда он вышел Он воспел славу Богу об этом То есть начальнику хора о восьмой Псалом Давида Таилим 12.1 То есть об обрезании Выполняемом на восьмой день Он назвал этот псалом О восьми Потому что обрезание Восьмая заповедь Сопровождает человека Каждый день его жизни Это уникальная заповедь Ведь она является частью Человеческого тела Вечным и неизгладимым Напоминанием о Боге Об обрезании Мы поговорим ниже Отсюда видно Что похвалы Достоин всякий еврей Чья одежда отличается От одежды нееврея Кого не смущает Отличие от них Не волнуют Насмешки эллинистов Отличаться в одежде Большая добродетель Ибо таким образом Еврей постоянно напоминает себе Что он отличается от других И в силу этого Должен нести Бремя неба В страхе и любви В Елкут-Шимони Говорится Балак 768 Вот это народ Который должен жить один Бемидбар 23.9 Они отделены от неевреев Всеми способами Одеждой, пищей, телами И дверными проемами О тех, кто насмехается Над еврейским народом Писал Раф Моше Изерлис Рама В начале Шулхан Арух Орахаим 1.1 Человек не должен Смущаться перед теми Кто высмеивает Его служение Богу Вспомним мы о том Что царь Давид Постоянно носил с собой Свиток Торы Для царей была дана Особая заповедь Сделать такой свиток И всегда иметь при себе Цитата Когда он сядет на трон Своего царства Он должен списать себе Копию этого закона В книгу И она должна быть с ним Он должен читать ее Все дни своей жизни Чтобы учиться Бояться Господа Своего Бога Дворим 7.18-19 Наши мудрецы комментируют В Санедрин 22.Алев Что означает фраза Копия этого закона Она означает то Что было два свитка Торы Один сопровождал его Куда бы он ни пошел А другой находился В его архивах Один должен был Сопровождать его Он должен был Сделать нечто Подобное амулету И носить на руке Во исполнение слов Я поставил Господа Навсегда перед собой Таилим 16.8 Мы видим Что царь имел Особую заповедь Которая помогала ему Исполнить требования Поставить Бога Навсегда перед собой В чем смысл Этой заповеди? Царь окружен Всеобщим вниманием И преклонением Что способствует Развитию в нем Гордыни Следовательно Он должен уметь Подавлять Свои злые позывы И гордыню Больше Чем кто-либо другой Постоянно пребывая В трепете И страхе Перед Богом Более чем Кто-либо Он должен понимать Что является Рабом И слугой Бога Что законы Бога Гораздо выше Его законов Если он дерзнет Призвать К нарушению Какого-либо Из божьих законов То такой царь Нам не нужен Так Рамбам Сначала пишет Трактат Хилхот Милахим 2.1 Мы относимся К царю С огромным Почтением Благоговением И страхом Которые Пребывают В сердце Каждого Наши обязательства Перед ним Коренятся В пророчестве Ты непременно Поставишь Его Царя Над собой Дворим 17 Дробь 15 Однако Позже Он говорит Трактат Хилхот Милахим 3.9 Если кто-либо Отказывается Выполнять Постановление Царя Потому что Оно Противоречит Заповеди Пусть даже Незначительной Он Свободен От Наказания Если Выбор Стоит Между Выполнением Слова Господина Бога И Раба Царя Приоритет Отдается Слову Господина Очевидно Без слов Что если Царь Отменяет Заповедь Мы Не Слушаемся Его Конец Цитаты В сравнении С Богом Царь Не более Чем Раб Ведь Он Тоже Принадлежит К народу О котором Сказано Для Меня Дети Израиля Рабы Ваикра 25 Дробь 55 Чуть Позже Я Разовью Эту Тему Кроме Того К царю Относится И Другой Закон О Молитве Трактат Брахот 34 Алиф Цитата В Шмоне Сре 18 Благословениях Приведены Благословения Во время Которых Нужно Кланяться В начале И конце Первого Благословения И в начале И конце Последнего Благословения Рав Шимон Бен Патси Сказал От имени Рава Яшуа Бен Леви Который Цитировал Бар Капару Сказанное Применимо К обычному Священнику А Первый Священник Должен Кланяться В конце Каждого Благословения А царь В начале И конце Каждого Благословения Конец Цитаты Рав Ицхак Бар Нахмани Сказал Рав Иушуа Бен Леви Объяснил Мне Следую Помимо Того Что Сказано Об обычном Священнике Первосвященник Должен Кланяться В начале И конце Каждого Благословения И царь Должен Склониться В начале Первого Благословения И оставаться На коленях До конца Шмоне Эсре Конец Цитаты Какой Глубокий Закон Он Помогает Царю Искоренить Надменность Жертвой Которой Он Становится Вследствие Оказываемых Ему Почестей А также Исполнится Страхом И почтением Перед Богом В отличие От рядовых Граждан Он Обязан Склониться Перед Богом И не Вставать Пока Не закончит Молитву Шмоне Эсре Не только Царь Но вообще Любой Лидер И даже Рабби Должен Избегать Завышенного Самомнения Трактат Санедрин Семь Бет Цитата Когда Раф Видел Что Группа Людей Пришла Его Сопровождать Он Говорил Иов 26-7 Хотя Его Превосходительство Вознесся К небесам И его Голова Достигает Облаков Все же Он Умрет Навсегда Как Собственный Кал И Видевшие Его Спросят Где Он Конец Цитаты Когда Праведного Марзутру Приносили На стуле На лекции По торе Проходившие В шаббат Перед праздниками Он Говорил Притчи 27-24 Богатство Не вечно Разве Корона Прибывает Все Поколения Конец Цитаты Чем Пышнее Тесто Тем Меньше Дрожжей Нужно В него Добавлять Цитата Я Поставил Господа Навсегда Перед Собой Тыли 16-8 Этот Стих Рома Также Считал Достойным Помещение В начале Шулхан Арух Орахаин 1-1 Цитата Поставление Господа Перед Собой Это Чрезвычайно Важный Принцип Торы И тех Праведников Кто Ходит Перед Богом Человек Сидит Ходит И ведет Себя Дома Не так Как он Сидит Ходит И ведет Себя Перед Великим Царем И когда Он Замечает Что Бог Верховный Царь Чья Слава Наполняет Землю Стоит Над Ним И видит Его Дела Насколько Больше Почтения Смирения Страха И постоянного Благочестия Перед Богом Должен Он Испытывать Конец Цитаты Если Постоянно Представлять Себя В присутствии Бога Это Поможет Развить Страх Перед Ним Без Такого Страха Нет Надежды Поэтому Бог Его И Требует Брахот 33 Бет Все В руках Бога Кроме Страха Бога Итак Израиль Разве Господь Твой Бог Требует От Тебя Чего-то Кроме Того Чтобы Ты Боялся Его Дворим 10 Дробь 12 Далее В этом Стихе Сказано Ходить Всеми Его Путями Любить Его Служить Господу Твоему Богу Всем Твоим Сердцем И всей Твоей Душой Конец Цитаты Другими Словами Достижение Всех Этих Целей Возможно Только С помощью Страха Бога Без Такого Страха Человек Не В Состоянии Достичь Святости Поскольку Всегда Будет Заражен Эгоизмом Царь Соломон Написал Сын Мой Если Ты Возьмешь Мои Слова И Положишь Перед Собой Мои Заповеди Тогда Ты Поймешь Страх Господа И Найдешь Познание О Боге Ибо Господь Делает Мудрость Из Его Уст Исходят Знания И Понимания Притчи 2 Дробь 1 5-6 Только Бог Дает Мудрость А не Человек Чей Конец Прах Только Из Уст Бога Исходят Знания И Понимания А не Из Уст Плоти И Крови В Конечном Счете Кто Дал Человеку Уста Шмот 4 11 Страх Бога Рождает Скромность Смирение И Кротость Которые Так Радуют Бога Там Продолжение следует...